всем большой большой привет из августа у нас на дворе 22 августа сегодня кстати праздник день российского флага поэтому всех россиян я поздравляю с этим замечательным днем ну а я решила снять видео о своем рукодельном августе август очень насыщенный месяц у нас потому что это пора заготовок мы по старинке делаем заготовки на зиму все-таки хочется сохранить вкус лета в баночках как говорится очень здорово зимой открыть свою кладовочку достать оттуда баночку какого-нибудь леча или огурчиков или варенье в общем чего-нибудь вкусненького натурального с урожая можно сказать со своего огорода поэтому я много времени уделяю сейчас именно этому занятию но мое рукоделье конечно не может остаться в стороне потому что без него я не могу это мой релакс я так расслабляюсь я так отдыхаю и мне обязательно нужно повышевать или повязать для того чтобы сохранить мое внутреннее равновесие еще хочу вам показать свои орхидейки они меня радуют они зацвели в начале августа и вот сегодня 22 они все еще цветут ну обычно в принципе это бывает каждый год к нему рождения мои орхидеи все в цвету но в этом году к сожалению это только две орхидеи остальные еще набираются сил но я думаю что они тоже у них тоже все будет хорошо я держу за них кулачки я всяческих подпитываю поддерживаю для того чтобы они вновь меня радовать своим цветением ну а вам я сейчас вставлю кадры того как мы проводим свое лето ну и конечно же расскажу и покажу чем я занимаюсь рукодельным какие у меня продвижения какие результаты оставайтесь со мной мой сладкий удачный человек что случилось что случилось трава прицепился ну уберем все все нормально ты куда пошел куда пошел пчелки там до зато довольный сам себе предоставленный человек спаду сижу на балконе вышиваю а у нас начался дождь гром гремит стоит уже давненько жара и дождь прям как свежее дыхание для нас так уютненько что может быть уютней может быть только еще читать под шум дождя это тоже увлекательное занятие ну а я продолжаю с упоением вышивать имитацию набора фирмы dimensions gold collection в ее саду и в прошлый раз вы видели у меня где-то было вот на этом месте отшито и и мне нужно было уже переставлять пяльца для того чтобы было мне удобнее вышивать ну и тогда ура ура я закрыла второй угол работы это здорово и вчера я уже поработала надо вот этим вот участком то есть все мне теперь уже нужно переставлять опять пяльца для того чтобы вышивать следующий этап и пойду я уже теперь вправо вот сюда вот их поставлю и буду работать над вот этой вот частью прошу прощения что показываю пальцем но как всегда не взяла ничего с собой ничего страшно закончу тропинку и вот вот эти вот цветочки до этих в вазонах которым над которыми сейчас вот трудится садовница вот это этот момент я и буду вышивать ну а потом конечно же поднимусь вот сюда наверх и здесь уже закончу верхнюю часть это забор цветы небо и ветки ивы свисающие над вьющейся розы вот такие у меня планы на дальнейшую работу над этим сюжетом не могу оторваться не могу взять ничего другого в руки ну и пусть я считаю что когда надо вышивкой работают каждый день понемножечку то она продвигается лучше мне так проще я хорошо ориентируясь в схеме в нитках можно сказать не глядя достаю то что мне нужно и вышиваю все идет своим чередом и я вижу при движении и это здорово поэтому пока ничего другого брать не планирую хотя пока убиралась в своем уголке наткнулась на свою парочку на качелях и мне так захотелось их повышевать но нет не буду отвлекаться потому что пока перестраиваешься на другой набор проходит время скорость вышивки уменьшается и мне это не совсем нравится поэтому лучше я пока у меня идет эта работа я поработаю над ней повышеваю пока у нас за окном погода располагает жаркие денечки стоят август нас радует знаете такое тепло южное даже иногда вечером ходишь на прогулку и пахнет вот именно так как будто ты на море поэтому не буду себе отказывать в удовольствии повышевать этот сюжет сколько насколько меня хватит столько пока я повышеваю а потом если что возьму в работу что-нибудь другое 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 да ну Она пчелок боится. Пару дней всего прошло. Все, завтра еще больше. Будем скоро есть горох, наверное. Друзья, но не смогла удержаться. Решила показать еще и дочкин процесс. Напоминаю, что это чудесная игла. Розы фужери, наверное. Вот такие у нее продвижения. Я считаю, что вышивает она у меня достаточно быстро. Вот уже практически готова одна роза и фужери тоже. Низ у нее уже зашит. Она сейчас работает над верхней частью сюжета. Всего роз 5. Для тех, кто не видел такой набор, вот так вот выглядит эта вышивка. Ну, в общем-то, мне очень нравится. Я покупала, конечно, этот сюжетик себе. Да, такой натюрморт. Но у дочка, дочка, такое желание у нее появилось, что очень захотелось ей вышивать что-то подобное тому, что вышиваю я. Ну, я разрешила ей покопаться в своих запасах и выбрать то, что ей хочется. Конечно, были наборчики, на которых было табу, которые трогать нельзя. Например, Южное общество, да, это моя мечта, это моя любовь. И я очень хочу его скоро начать вышивать. Вчера, кстати, смотрели фильм, называется «12 лет рабства». Фильм, конечно, очень тяжелый, но суть в том, что там показывают как раз это же Южное общество, как в фильме «Унесенные ветром». И вот эти вот деревья, дубы, из которых свисает мох, в общем, шикарные кадры. Я очень люблю вот это вот, такие деревья, такие фильмы, где показывают такую природу. И прям с наслаждением смотрю. И очень-очень хочу начать вышивать свое Южное общество. Надеюсь, что когда-нибудь его приступлю, конечно же, к его вышивке. Ну, а дочка выбрала себе розы. И я считаю, что для начинающего, практически, для начинающего вышивающегося этот сюжет очень хорош. Потому что зашивка неполная, вышивается достаточно быстро. Ну, плюс она, девочка, да, свободная, скажем, не обремененная там, семьей и прочими какими-то делами. В данный момент еще каникулы, учебы пока нет. И поэтому у нее есть время для того, чтобы поотшивать вот такой вот замечательный сюжет. Ну, а еще я вам сейчас вставлю кадры того, что я связала. Связалась эта вещь очень быстро. Ну, а что именно это будет, я вам расскажу в следующем сюжете. От Ксюшки у меня поступил заказ. У ее подружки был день рождения, и нужно было что-то ей связать. Я подумала, что можно подарить девочке 10-11 лет. И мне показалось, что вязать мягкие игрушки, может быть, даже уже поздновато для нее. А вот сумочка никогда не будет лишней. И как раз из той пряжи, из той ниточки хлопковой, которую я купила в фикс прайс, я связала вот такую сумочку, а-ля сумочка, а-ля рюкзачок, крючком. Вяжется очень просто, и ушло у меня на это всего где-то около 150 метров нити. Повесила я еще сюда вот такой вот бантик, который закрывает внешнюю сторону магнитной клепки. Он, скажем так, здесь нужен специально для того, чтобы прикрыть не очень красивое, скажем, место. А вот кисточку я потом в дальнейшем убрала, потому что она оказалась лишней. Здесь в качестве завязочек использовала просто атласную ленточку, на конце ленточки прикрепила бусинки. Вот так вот сумочка выглядит внутри. Можно было сделать, в принципе, туда еще подклад. Но, к сожалению, время у меня было ограничено, поэтому я его делать не стала. Там, в принципе, внутри все прилично, все ниточки закреплены и заделаны, ничего не торчит. В общем, вот такая вот красота получилась. Дочке понравилось, подружке тоже. Ну, а я, конечно, очень довольна, что смогла сделать приятное одной прекрасной девочке. Ну, а я, конечно, очень довольна. Показала, чем занимается моя старшая дочь. Хочу показать еще, чем занимается моя младшая. Помимо плетения из бисера, у нее есть тоже любимое увлечение. Это лепка всяких интересных существ. И посмотрите, что она здесь у меня слепила. Это, я даже не знаю, она сказала, то ли эльф, то ли тролль. Он слеплен из полимерной глины, но пока еще мы его не высушили. Мне нужно купить пакеты специальные для духовки, чтобы можно было его завязать в этот пакетик и поставить в духовку. Сушиться для того, чтобы не было никакого постороннего запаха, не дай бог не отравиться всякими там вредными веществами. Поэтому он еще такой пока мягенький, но вот такой вот прикольный. Ой, слепила она ему еще бутылочку и сосочку, я так понимаю. Все это дело вставляется. Аккуратненько сейчас. Вот так вот. Ой, не держится она там. Ну, ладно. В общем, такое у нее увлечение и развлечение. Захотелось ей полепить и слепить что-то, за чем можно ухаживать. Кстати, поступил у меня заказ связать ему люлечку. Ну, вот пока мама свободного времени не нашла, чтобы выполнить этот заказ. Как только выполню, сразу вам покажу. Вот так вот у меня обстоят дела в моем рукодельном августе. Ну, и, конечно, еще хочу показать вам вязание. Который у меня находится вот на таком этапе. Вяжу дочи джемпирог. Но пока вот он, пока у нас жара, не очень хочется брать что-то теплое в руки. Здесь полушерсть. И не очень приятно, да, когда жарко и так сидишь, потом обливаешься. И держать еще что-то такое шерстяное в руках. Поэтому жду, вот настанет сезон, когда будет прохладно дома. И можно будет с удовольствием вечерком повязать уютненько, устроившись перед каким-нибудь фильмом, вот этот вот джемпир. Я уже дошла до момента, когда мне нужно разделять на перед и спинку. И уже вязать, да, проймы и горловините. Ну, а потом, конечно же, рукава. Вот так вот у нас проходит август. Весело, насыщенно, в трудах, заботах. Собственно, наверное, как и у многих других. Захотелось мне вам показать вот так вот все вместе. Очень мало времени на съемку. Практически, не знаю, не получается что-то снимать. Потому что в таком темпе все очень происходит. Даже если заготовки, то очень быстро. Плюс маленький ребенок, который под ногами, поэтому не до камеры. Это небезопасно, в конце концов. Буду рада вашим комментариям, лайкам. Подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рада новым друзьям, новым подписчикам, новым зрителям. Ну, а пока прощаюсь с вами до нового видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok